Ну что, сняли мы весь латросил с песиком, и картинка на самом деле, ну, довольно-таки безрадостная. Точнее, с одной стороны, она радостная, потому что вот розы все перезимовали очень хорошо, они все зеленые, все с почками, нету никакой, пока во всяком случае, никакого инфекционного ожога. Вот с другой стороны, очень много поломанных дуг. И, соответственно, очень много поломанных роз. Особенно взрослые большие кусты пострадали. Это вот у меня Вильям Моррис, это Септа Дайл, у которого сломалось аж на три огромных длинных побега. Вот есть еще немножко, но, в общем, половинку 100 в минус. Вот здесь тоже побеги поломанные. Вот поломанные побеги. Вот этот неплохо. Вот здесь тоже все поломалось. В общем, ну, почти все большие кусты так или иначе поломались. Поломались даже обрезанные. Вот сломанные дуги торчат. Ну, это прям печаль. Вот более-менее нормально все это дело пережила Гертруда Джекил, у которой тонкие, довольно гибкие побеги. О, поломался фишерменс френд. Нормально выжил Пьер де Рансар, как ни странно. Вот не вижу у него ничего сломанного. Более молодые кусты, где дуги были пониже, выжили получше. Вот полностью вроде бы выжила плетистая жасмина. Вот, но тоже вот местами есть поломанные дуги. Но в целом, вот все, что не сломалось, оно себя чувствует очень хорошо. Вот это у меня, кто интересно, это, наверное, Ти Тайм. У него уже даже листики. Ой, Ти Клипер. Листики зеленые, вон какие. Это, по-моему, у меня Беджамин Бриттон. Вот эти нормально. Все это дело пережили. Вот немножко есть тоже какие-то поломанные кусочки. Но это не так страшно и не так обидно. Вот, кстати, не помню, показывал я осенью или нет. Я пыталась сохранить молодой базальный побег, накрыв его бутылкой и листьями. Но вот он не сохранился. Он полностью засох, замерз. Хорошо себя чувствует плетистая Батшеба. Перезимовала практически до самого самого. Самый кончик у нее тоже немножко померз, потому что он оказался, что он так вот лежал на земле и в снегу в мокром лутрасиле. Вот немножко кончик у него засох. А так вот такой вот длинный побег весь выжил. Вот странно, что тут не испарился йод практически совсем. Вот тоже у него вот побег я пыталась сохранить. Сейчас посмотрим, что тут получилось. Ну, нет, тоже вот он в основании весь сгнил. То есть, когда есть вот такие вот совсем молодые, невызревшие побеги, не имеет смысла их оставлять. Причем вот поломались кусты даже под дугами, которые вроде, казалось бы, выстояли и не сломались. Но, видимо, под тяжестью снега они настолько прогнулись, что они легли вот на эти побеги. А когда снег растаял, они спружинили и обратно выпрямились. То есть, вот эта вот арматура, стеклоарматура толщиной 8 миллиметров, вот так вот большое количество снега она не держит, к сожалению. То есть, надо их либо гораздо чаще ставить, прям такой вот сеткой и все это дело скреплять. Ну, либо что-то другое придумывать. И вот здесь у меня были экспериментальные водопроводные дуги. Вот, кстати, тут уже под укрытием дятел орет. Дельфиниума вылезли, вылезли тюльпаны. Вот эта вот дуга из какого-то металлопластика, вот она полностью вся согнулась. А вот эта просто пластиковая. И она, ну, вроде бы ничего выдержала. Вот тут тоже совершенно зеленый. Четыре сезона. Тут немножко поломалась минерва, к сожалению. Ну, все это будем обрезать. Что поделать. И еще одна проблема этой зимы. Очень много где под укрытиями порезвились то ли мышь, то ли кроты. Вот эти вот две чайные гибридки, они мне закопали вообще прям с головой. Это я вот уже немножко разгребла вокруг них землю. Самая проблема в том, что вся эта земля, она откуда-то выкопана. И, возможно, выкопана из корней роз. То есть, надо проверять. Там могут быть пустоты. И если эти пустоты там, где корни, это прям нехорошо. Надо закапывать. Вот тоже вот здесь вот все-все раскопано. вот здесь. И тут вот жасмини тоже мне выкопали. Ну, в общем, что-то мышам в этом году никакой деготь не помешал вообще ничего. Были зеленые металлические дуги, которые для парников. Они не выдержали вообще этого снега. Они прям легли. Вот куст Алантитшмарш, который я вообще-то хотела выкапывать и на его место сажать другую розу. Вот он практически весь сохранился. Вот только один побег у него сломался. По-моему. В общем, сейчас буду вытаскивать все эти дуги. вот маленькие дуги над маленькими розами. практически все нормально остались стоять. Ну, маленькие розы, они особо-то с ними ничего. И вот тут вот есть зато инфекционный ожог явно на одной розочке. И, возможно, вот это вот тоже он. придется скорее всего обрезать. Вот что-то здесь засохло. Ну, и вот некоторые дуги тоже тут сломались. Ну, в общем, сейчас буду все это вытаскивать. Обрезать сегодня уже не успею. Но ничего страшного обрежу, когда получится. все. Продолжение следует...